Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с новостями Армении и Азербайджана. Последние новости. Генерал Рустам Мурадов возглавил группу войск Восток в Украине. Вот на фотографии видите Мурадова, там видите на фотографии с Путиным. И теперь он возглавляет одну из группировок, которая воюет в Украине. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал еще одну российскую группировку, принимающую участие во вторжении в Украину. Об этом заявили Министерство обороны России. Теперь там командует парадом генерал Мурадов. Вот там Шойгу сидит. Шойгу был на командном пункте, где командующий группировки генерал Рустам Мурадов, бывший командующим миротворцем в Карабахе, доложил о текущей обстановке. И в ходе выполнения поставленных боевых задач по разному сил противника в зоне ответственности. Ну вот, Министерство обороны России впервые официально назвало имя командующей российской группы войск в Украине. Это бывший командующий российскими миротворцем в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов. И Шойгу ему там дает поручение идти в наступление, воевать, в бой, как сказать. Так что вот, повысили звание. Видите, недаром он с Путиным стоит рядом там. Сейчас в Азербайджан приехала глава Еврокомиссии. Наша цель удвоить поставки газа Азербайджана в ЕС. Вот она, Урсула фон дер Ляйн. И сейчас цель Европейского Союза является удвоение поставок газа Азербайджана в ближайшие несколько лет. Это хорошо для Азербайджана, будет огромные деньги зарабатывать. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. И ЕС обращается к более надежным поставщикам энергии. Ну, конечно, Азербайджан надежный, чем Россия. Сегодня я в Азербайджане, чтобы подписать новое соглашение. Наша цель за несколько лет удвоить поставки газа Азербайджана в ЕС. Азербайджан будет важным партнером для нашей безопасности поставок на пути к климатической нейтральности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симпсон сегодня привели в Баку, чтобы обсудить с властями Азербайджана поставки дополнительных объемов газа в Европу. Ожидается, что в рамках визита будет подписано соглашение об увеличении импорта азербайджанского газа в Европу и расширение южного газового коридора. Ну, вот всем хорошо будет в Европе хорошо, и Азербайджану хорошо. И Россия, как сказать, останется с нулем. В общем, чтобы вообще прекратили полностью у России закупки газа, чтобы банкротировала их промышленность. Так, Азербайджан намерен заселить США к концу 2023 года. Это уже армянская пресса владеет такой информацией, тоже следя за ситуацией, что в Шуше происходит. Вот, Азербайджан намерен заселит город Шуша к концу 2023 года, передает спутник Азербайджан. Об этом на встрече с главой депмиссии заявил спецпредседатель по Шуше Айдин Каримов. К концу 2023 года мы примем первых жителей, вручим их ключи от домов. В настоящее время армяне пишут, что армянская Шуша была когда-то, теперь строится жилой комплекс из 23 домов. Ну да, идет строительство и будет вручать ключи, как сказать, переселенцам. Армяне, конечно, недовольны, что потеряли город Шуша. Вот, на карте здесь, как бы сказать, там Ханькинди выше. Ну и вот сейчас последняя информация, там про Габрелянова. Так, где этот самый Арам Габрелянов? Вон там наверху, кажется, сейчас покажу, где он там. Да, вон он, недовольны. Последняя информация из компетентных органов в Москве. В Белиссе министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились глазу на глаз и общались три часа. Об информации спецслужа обсуждались несколько вопросов. Вывод вооруженных сил России из Карабаха, создание карабахской народной милиции, пишут, вместо армии самообороны Карабаха, милиция будет какая-то, сдача Лачинского коридора и основные тезы мирного договора в преддверии новой встречи в Брюсселе на высшем уровне. Так, по первым двум вопросам достигло это полное понимание. По азербайджанскому плану мирного договора армянская страна попросила подготовить не договор, а декларацию, что по сути ничем не отличается от договора. Никол продает Армению грамотно, это заявляет Габрилианов. По частям службы, спецслужбы уверены, что Пашинян получит от Азербайджана крупную сумму денег на безбедную старость. Продает, типа, продает. Вот. Гарантом сохранения денег будут Соединенные Штаты. Именно для этого прилетал в Армению директор ЦРУ. Там и очень закрученный сюжет сильный. Следующий этап – вывод российской военной базы. И взятие под контроль американцами границы Армении и Ирана. Ай, вот в чем дело. Американцы руками Пашиняна оставляют России единственный путь связи с Ираном через Каспийское море. Учитывая, что России нет на Каспийском море крупного современного морского порта, связь с Ираном очень проблематична. Видите, какие новости. Уже и Габрилианов там залез уже тоже в политику. Но он тоже не дурак, следит за ситуацией. Говорит, Пашинян продает, типа, Карабах, там по частям все. Уже договоренность ему перечислить деньги. Вчера я выпустил ролик, что Раик Ратюнян собирается уходить с своего поста. Все правильно. Там подписчики написали, что Раик Ратюнян видит, что Лачинский коридор будет перекрыт, что не будет поставок снабжения, там газа, может электричество и все. И кирдык будет этому. Сейчас я покажу на карте. Вот. Так, где он? Это правильно. С одной стороны перекрыт будет Лачинский коридор и все. Этот огрызок Карабаха получится, что не будет снабжения, электрофикация, газификация. Что Раик Ратюнян? Он будет в трубе. Понимаете? Все на нем ляжет. Вся ответственность. Люди закричат, где власть, почему у нас такие проблемы. А он решил ноги сделать. Правильно? А когда коридор перекрыт, что? Конечно, кризис. Конечно, экономика все рухнет в этом Карабахе. И карабахские армяне быстро соберут вещи и будут убегать в Армению. Потому что, да, к этому идет все. Раик все просчитывает наперед. Он не дурак, Ратюнян. Все правильно, люди говорят. При прикрытии коридора все. Куда, куда деваться. Куда, куда. Все. И говорю, по чуть-почуть, азербайджанцы и будут хозяева уже выдавят, думаю. Если невозможно, будет армянам жить. Они сами, хочешь не хочешь, едут с этого Карабаха. В общем, вот такие новости, ребята. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.